Радио Болтком Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Добрый день, дорогие друзья И программа Климат-контроль Константин Рангс Ученый, морской геолог, журналист Пишущий о науке с нами на прямой связи Добрый день, Константин Здравствуйте С морозами, да Действительно, вот сейчас я смотрю На данные Лешкевич ушел из Тодии Минус 12, по-моему, там актуальная Температура И мы все знаем, что Действительно, за ближайшие Несколько лет самые низкие температуры Во всяком случае в Латвии Откуда пришел этот холодный воздух Кто его нам тут подпустил И как это вяжется с теорией Глобального потепления Ну, прежде всего Действительно, надо сказать Что за последние годы Мы опять-таки видим Настоящую зиму То есть и снег выпал И, кстати, кое-где Выпило достаточно много Я уже даже про Латвию говорю И морозец Вот в воскресенье Даже 20 с лишним Ожидаются В Рижском регионе А в Латгалии Можете поменьше Побольше Будет То есть температура понизится Правда, потом будет Ожидается очередной Такой залп снежный Но вслед за ним Снова похолодание Чуть ли не так Вот будут такие качели Снег, мороз Вплоть до начала февраля Это вот такой Вот общий прогноз На ближайшие Две Две с половиной недели Такой и существует Правда, надо сказать Что достоверно Более-менее Как всегда И уже сейчас Мы много раз О этом говорили Это первые трое суток Вот первые трое суток Это дело Такое Более-менее надежное А вот дальше Уже начинает Эта вероятность Падать Падать И через две недели Это уже 50% Либо будет Либо нет Поэтому В общем-то Если есть желание Покататься на лыжах То лучше Не откладывать Это Идея Это желание Эту идею В долгий ящик Потому что Неизвестно Что через две недели Будет Может Дождь придет Это абсолютно точно Откуда действительно К нам пришли Эти холодные массы воздуха Ну как и положено С севера А на север Они приходят Из Якутии Ну северной оконечности Тут вообще надо сказать Что все очень интересно Нас смущает карта Вот она выворачивает нам мозги Вот обычные карты К которыми мы привыкли Согласно которым Чукотка находится Страшно далеко От допустим Финской Лапландии А вот если взять карту Их легко найти в интернете Ту же самую карту Земли Если смотреть Со стороны Северного полюса То обнаруживается Что как раз-то Чукотка Совсем недалеко От финской Лапландии А Лапландия Уже и от нас Тоже как бы недалеко Дело все в том Что плоская карта Она как бы Не учитывает Вот эту шарообразность Земли А откуда берется Холод в Якутии Например Вообще В Восточной Сибири Так это тоже Как бы понятно Потому что Огромная совершенно Территория Ну вот знаете Те кто летал Над Допустим Из той же самой Европы В Японию Или допустим Из Москвы На Сахалин Или на Камчатку Он представляет Что такое Когда вроде бы Заканчиваются Все следы цивилизации И ты летишь час Летишь второй Летишь третий Вот И вы все Как бы Над Восточной Сибири И Дальним Востоком Вот То есть Это огромная Совершенно территория Очень специфической Географии По сути дела Можно сказать Что Якутия Это гигантская Долина Которая Окружена Горами В Якутии Может быть Очень жарко За сорок Около этого А вот зимой Там начинается Процесс Выхолаживания Там нету Рядом Водных пространств Которые могли бы Каким-то образом Ее согреть И вот Эта самая Якутия Она превращается В такой гигантский Мощнейший Генератор холода Она выхолаживается Вся энергия Что называется В космос уходит И Надо заметить Что она В известной мере Подпитывает Но надо Отметить Что еще и В Канаде Там тоже Все не так-то просто Но вот эти Две мощных Домощных источника Они формируют Зону холодного воздуха На севере Я говорю Очень упрощенно Но по сути Дело Получается Именно так И вот здесь Мы приходим Как очень Интересному явлению Которое Еще более 12 лет назад Эту идею Предложили Российские ученые Которые работают В Германии По-моему В Геттенгенгском университете Или в университете Макса Планка Вот сейчас уж Точно не помню Но они Предложили теорию Крышки над кастрюлей Вы знаете Вот кипит у вас Там Допустим Суп Вы если резко Поднимите Вот резко Крышку Поднимите Да Получится Такой момент Что воздух Который был рядом Он сразу Подскочит Под эту самую Крышку Так вот Это вот тоже Очень интересный момент Достоверно Известно И спутниковые Снимки И замер Все что угодно Что Арктика Теплеет Но теплеет Она как Вот летом Наступает Лету Она Там не образуется Нужного количества Поверхностного льда Не сохраняется Точнее Он образуется Зимой А летом Быстро тает В результате Вода В Арктике Нагревается Еще больше Из-за того Что она нагревается Еще больше Возникают Восходящие Воздушные потоки Меняется Ход Движения Циркумполярного Высотного Воздушного Потока Который Постоянно Безостановочно Крутится В районе Вот Как бы По границе Ледовитого Океана И из-за того Что он Начинает Из-за этих Вот Нарушений Этот поток Меандрировать То есть Изгибаться Как вот Река Которая Течет По равнине Появляются Очень странные Вещи Эти потоки Начинают Захватывать Воздух Вот из-за этих Природных Холодильников Как вот Является Якутия И эти Вихри Гораздо Меньших Размеров Выбрасывать Куда Ни Попади То есть Вот С одной Стороны Кажется Какое Может быть По потеплению Если Минус Двадцать В Испании Но дело Все в том Что понятие Глобального Потепления Вот точно Это средняя Температура По больнице Оно есть Да Вот Но на самом Деле Это не То что Потеплело И все Это просто Процесс Перестройки Атмосферы А мы попали Под раздачу Можно сказать Этого вихря Ну знаете Кто-то должен Был Какой-то динозавр Динозавры Жили Десятки миллионов Леты процветали Но кому-то Не повезло Попасть Под астероид На Югатане Вот эти Вот Ведь люди же Не мечтают Жить в эпоху Войны Какой-нибудь Той же мировой Да Люди не хотят Войны Но получают И в результате Этого И этого Потом они Вспоминают Как это Очень плохо И тяжело Да Но дело Все в том Что кто-то Потом Обязательно Попадает Под какую-то Новую Катастрофу В том числе Под которую Могли Сами Приложить Свои силы Но дело Не в этом Сейчас Дело Все в том Что Исследование В прошлом году Было Мощнейшее И проведены Мощнейшие Исследования И они Действительно Показали Что 2020 Год Был Самый Теплый Год Самый Теплый Особенно В Европе А если Брать В Азии То Или в России То тоже Нужно Отметить Что например Север Таймыра И север Той же Якутии Ну представьте Себе На полюсе Холода Где сейчас Минус 60 Было Около 40 градусов Жары Диапазон 100 градусов Да Это Впечатляет Да Вот возьмите Этот диапазон 100 градусов И примените К нашим краям Вот Типа того Что у нас Вот сейчас Минус 10 Да А летом Будет Сколько Плюс 90 Или наоборот Допустим Летом у нас Плюс 30 А зимой Сколько будет Минус 70 Вот оно Минус 70 Извините меня Металл Лопается На глазах Вот То есть Леса Вообще не останется После этого Вот То есть Я про что хочу Сказать Я хочу сказать Что это Совершенно Жуткая Картина Жуткая Ситуация Причем Самое Интересное Что эти Морозы Вот Они не могут Какие бы они Были сильные Но короткие Однократные Такие Сравнительно Они не могут Восполнить Количество Холода В вечной Мерзлоте Которая Тает Понимаете Что очень плохо Вот на это Внимание Финны Обращают Финские Исследователи Что у нас В январе Может быть Очень сильные Морозы Неделю А зато Весь декабрь Теплый Вот он Весь Теплый Где-то В 2015 Году Было В середине Декабря Было Теплее Чем в середине Июня Предыдущего Года Теплеет Вот именно Вот это Среднее Время Межсезонье Между весной И осенью Вот эта самая Хлебь Она увеличивается А зима И лето Становятся Не такими Длинными Но зато Экстремальными И вот про это Как раз Сейчас и Говоря Я хотел бы Обратить внимание На то Что Сегодня Уже Передали Европейские СМИ О том Что в Париже Начался Уникальный Для Франции Судебный Процесс Общественность Против Правительства Из-за Невыполнения Правительством Программы Борьбы С изменением Климата Общественность Требует От правительства Символической Компенсации В 1 евро Но тут Дело Не в евре Конечно А дело Все в том Чтобы суд Засудил Правительство А в чем Оно виновата Насколько Была ли Его вина В том Что Не удалось Ну Дело Все в том Что считается Что Правительство Должно Исполнять Свои Обязательства Принятые 5 лет назад Как раз В декабре 15-го Года На Парижском Саммите По изменению Климата Считают Вот активисты Считают Что Так скажем Сил На это Благое дело Потрачено Было мало Вот И в принципе Это очень важное Психологическое Давление Сегодня же Вышла новость О том Что Корпорация Рено Обещает Так называемую Рено-люцию Вот Да Но там Будут Любопытные вещи Например Ценители Жигулей Моделей ВАЗ Которые тоже Относятся Как Рено Они будут Унифицированы Новые Жигули С Дачей То есть В принципе Будут Только разные Шильдики Но самое главное Конечно Не в этом Самое главное О том Что Рено Обещает Резко Увеличить Количество Производства И предложения На рынок Современных Электромобилей Причем Электромобилей Самых разных Ценовых Категорий Они хотят Сделать Электромобиль Таким же Доступным По цене Как и Автомобиль Бензиновый Разумеется Это будут Маленькие Машинки Но собственно Для того Чтобы ездить В магазин Или отвезти Детей В детский Садик Или в школу Большие машины Как бы и не нужны Зато Это будет Дешево В обслуживании Сердито И экологично Потому что В свете Вот всех Этих Судебных Процессов И кстати Он не первый Он во Франции Первый Такие уже были Это просто Самый крупный Процесс Вот в свете Этих процессов Стоит ожидать Что скоро Действительно Будет введен Налог на углерод На выбросы углеродные И станет невыгодно Станет невыгодно Ездить на бензиновых Двигателях Станет невыгодно Ездить на бензиновых Двигателях Летать на самолетах И вообще Покупать вещи Которые требуют Большой И сложной Переработки Это все Что угодно Может быть Например Смартфон Он тоже Подумайте Сколько нужно Выкопать Руды Чтобы выплавить Эти ценные Металлы Которых мы Даже не видим Мы смотрим На экран Смартфона И мы Не видим Пленку Из Индии А она есть Это как С тем сусликом Ты его не видишь А он есть Так это вот Индия Ты не видишь Металл А он есть И его Очень сложно И очень Между прочим Мерзкая процедура Воевое получение Этого самого Индия Галлии Другие редкие Металлы А что такое Допустим Афинаш Металлов Для того Чтобы сделать Вот именно Все эти Тончайшие Проволочки Чтобы они Были Строго Заданных Параметров Это все Требует Большой Энергии Это все Требует Больших Расходов И в конечном Счете Большой Углеродный След Означает Ли Это что Все таки Изменятся Предпочтения Людей И уже Не будут Так безрассудно Менять Айфоны Сразу же Как только Будет появляться Новая модель А вот это Скорее всего Именно к этому Все идет Потому что Мы уже говорили В прошлом году О том что Существуют Реальные движения И в США И в Европе И уже в Азии Тоже Которых Можно перевести Их лозунг Право на ремонт Вот такой вот Право на ремонт То есть Означает Что Должны Производиться Изделия Которые Можно Ремонтировать Чинить То есть Обувь Ее нужно Чинить Одежду Чинить Вот старшее поколение Я очень хорошо Помню Как например В годы Моего детства Но это было Почти 60 лет назад Например Вполне нормальным Являлось Отдать Пальто На перелицовку Пальто Распарывали По швам И Сшивали Заново И теперь Вот уже Потертая Внешняя часть Становилась Внутренней А внутреннее Целое Хорошее Становилось Внешней И пальто Опять Можно Было Носить Еще Несколько Лет Совершенно Свободно Сейчас Такое Никому В голову Не придет До технологий На это Не рассчитаны Но Вот Можно Быть Абсолютно В чем Можно Быть Уверенным Что Обязательно Эти Активисты Пробьют Такие Льготы Для таких Видов Деятельности И люди Будут Заниматься Перешиванием Ремонтом Переделкой Сковороток Ремен Все что угодно Швейные машинки Опять войдут В моду Если вспомнить В принципе Историю То Ведь Одежда Когда-то Купленная Она служила Человеку Иногда Всю жизнь А иногда Еще оставалась И следующему Поколению То есть Это Было Еще совсем Недавно То есть Мы Начали Шиковать Мне кажется Где-то С 50-х Может быть С 60-х Годов Когда Вошли В так называемое Общество Потребления Когда Стало Действительно Стилем Жизни Вот Постоянно Что-то Приобретать Новое И не просто Общество Потребления Потребление Это конечно На 19 веке Это была Надежда Капитализма Но дело Но дело Все в том Что Это было Как бы Запрограммированное Разрушение Продукции Ручка Делалась Неразборной Для того Чтобы ее Выкинули После того Как Закончился Закончилась Паста В этом самом Стержне Стержне Но дело Все в том Что ведь Стержень Тоже Можно заправить И я помню Ходил С родителями Заправлять Стержни Шариковых Ручек Правда Потом Выяснилось Что разбивается Шарик Но правда Появились Машинки Как раз Для того Чтобы Эти самые Стержни Можно было Закатывать Ну Не стержни А вот этот шарик Уплотнять В своем гнезде Сейчас Появляются Новые Вот эти вот Идеи О том Что вот Такая ремонтная Работа Фактически Возвращение К такому Ремесленничеству Оно как раз Позволит Занять Тех людей Которые Высвободятся На работе Допустим На фабриках На больших Где работу Был делать роботы Роботы Могут Собрать Изделия Первый раз Но роботы Не умеют Их чинить Эти изделия Вот это Абсолютно ясно И это будет Очень долго А может быть И никогда Вот в реальных Таких масштабах Когда роботы Научатся чинить Допустим Сломанный чайник Или придумают Что можно сделать С чашкой У которой Отвалилась Ручка Отбилась Я например Видел Как на глазах В интернете Видел Мужчина При мужчине Принесли Несколько чашек У которых У всех Были Отбитые Ручки И он С помощью Простого Станка Зашлифовал Эти места Эти грушечек И у него Получился Комплект Пиал Так это были Просто Битые Чашки Без ручек А так Это стали Пиалы Ну вот Вам и все Самый Примитивный Вариант У нас есть Звонок Здравствуйте Пожалуйста По поводу Перешивки Вы знаете Я вспоминаю В 11 классе Естественно У нас у девочек На попе Уже Материал Начал Протираться Так наши Родители Мамы Они Обрезали Эту юбку Переставляют Мы в фартуках Были Переставляли Это Насиженное Место Вперед Под фартуком Не видно А что Покупать Новое Что Потом Я вот Вспоминаю Фломастеры Когда Они Засыхали Мы туда Спирт Капали Или Одеколон Тоже Вот Было Так А вот Склеивать Фарфоровые Фаянсовые Чашки Я не знаю Сейчас Об этом Кто-нибудь Знает Нет Можно Чесноком Он тогда Не виден Клей Все таки Видно А вот Чесноком Это Очень Хорошо И ручки Напильником Зачищал Когда Они Отваливались Мой Муж Ну А потом Он стал Удивляться Почему Люди Ничего Не ремонтируют Спасибо Спасибо Ну Вот Это Это Все Очень Интересно Именно В плане В том Что Это Как бы Поиск Решения С одной Стороны Как бы Создание Сохранение Рынка Чтобы Существовала Экономическая Активность А с другой Стороны Уменьшение Нагрузки На Окружающую Среду То есть Идея Простая Вещь Нужно Эксплуатировать До тех пор Пока Ее Так Или Иначе Можно Эксплуатировать А вот Как Она Там Выглядит Это Уже Дело Десятое Знаете Как говорится Снявши голову По волосам Не плачут У нас Собственно Говоря Старая Планета Горит Поэтому Надо Сейчас Думать Уже Как говорится Не только О своих Прихотях О нашем Вселенском Всеобщем Благе Может быть Тогда Изменятся И предпочтения В моде И наоборот Выходить В свет В заштопанных И залатанных Вещах Будет Как раз Таки Очень Ну Скажем Признаком Хорошего Тона И человек Такой Будет Пользоваться Уважением Нежели Тот Кто Появится Во всем С иголочки Вот А это Мы уже Имеем Так Скажем Как Говорят В развитых Западных Странах Это Уже Становится Таким Признаком Твоего Экологического Мышления Твоей Экологической Ответственности И Судя По тому Как мы видим Как действует Ну Вот Это Это Движение Очень активно В США Поддерживается Демократической Партией И Поскольку Мы видим Насколько Активны И энергичны Сторонники Вот этих Новых Преобразований То Можно быть Уверены Что они Все это Пробьют И добьются И поэтому Если Сидеть И думать О том Что Ах Все это Ерунда Никто Так Жить Не будет Да То Ну это В общем-то Как Позиция Страуса Который Прячет Голову В песок Будет Вот В свое время Помню Лет Еще даже 15 назад Говорили Что никто Никогда Не сможет Контролировать Интернет Разуме Разуме Выясняется Что интернет Можно Прекрасно Контролировать Ведь Не нужно Контролировать И когда Вот сейчас Говорили Помните Эту историю С социальными Сетями Когда говорят О том Что частное Лицо Решает Вопрос Кого Так скажем Пустить В эфир А кого Не пустить В эфир Но дело Все в том Что судьбу Частного лица Решает Государство Не нужно Давить На всех Достаточно Надавить На одного Того Который Может Принять Решение От лица Своей Компании Поэтому Поскольку Создается А вот Именно Как раз Новое Движение Это Люди В основном Так скажем Креативные Это же И посмотрите Как активно Ведет себя В США Тот же Голливуд Как ведут себя Деятели Искусств В Европе Это очень Большие Активисты Они как раз Поддерживают Вот эти Все Нововведения Потому что Эти люди Как раз Больше всего И заинтересованы В том Чтобы все Постоянно Менялось А все Когда Постоянно Меняется Когда Мы Постоянно Когда у нас Есть какая-то Идея Должна быть Какая-то Общая идея Мы должны Все куда-то Двинуться А не просто Думать о том Что Вот я сейчас Купил Одну ручку Завтра Другую Послезавтра Третью И надо Заметить Что конечно И представители Науки Они тоже В общем-то Поддерживают Все изменения Потому что Они-то знают Что изменения Происходят И они Очень хорошо Понимают Что Одна из Основных Причин Заключается В том Что Мы ведем Себя на своей Собственной Планете Совершенно Безрассудно По принципу После меня Хоть потоп Вот это Можно сейчас Об этом Говорить Правильно Прямо В лицо Ребята Вы считаете Что после вас Хоть потоп Вам все Плевать Вот это Как раз Очень важный Момент И события Даже вот На этой неделе В области Климатических Действий А там еще Много Было Всяких Решений Принято Предложений Инициатив Показывают Что Ковид 19 Да Вот это И пандемия Абсолютно Не остановила Движение Зеленых Ну От слова Никак Мало того Сейчас Вот например Одна из Последних Новостей Пришла Из Индонезии Вообще Из того Региона Да О том Что Среди Мышей Летучих Нашли еще Один вирус Вот тот Вирус Имеет Летальность 70% То есть И причина Опасность Вируса Этого Перескока Вируса Заключается Как раз Из-за того Что Очень многие Рубят Джунгли Для того Чтобы вырастить Посадить Там пальмы Для получения Пальмового масла И летучие мыши Таким образом Лишаются Своего Мигриру И никого Не трогали Они вообще Боятся И людей Им главное Чтобы лес Был Да Вот Но когда Мы уничтожаем Их место Существования То они Оказываются Нашими Прямыми Соседями И как раз Вот сейчас Развивается Следующая Идея О том Что Пальмовое Масло Почему в Европе В Америке Выступают Против Пальмового Масла Отнюдь не потому Что оно Вредно Для здоровья Я еще помню Как 20 лет назад Его продавали В бутылочках Разносили И говорили Что оно Дико полезно Для здоровья Знаете Такие Афени Ходили Нет А именно Как раз Из-за этого Европа Выступает Против Пальмового Масла Потому Что Пальмовое Масло Уничтожает Джунгли А джунгли Уничтожать Нельзя Потому что Из них Вылетит Страшная Хищная Летучая Мыш Укусит Вашу Кису А киса Вам передаст Вирус От которого Вы гарантированно Отправитесь К прородцам Так что Не будем Рубить Джунгли Не будем Рубить С плеча Ну и Будем надеяться Что все-таки Летучие мыши Как-то Нас пожалеют Останутся На своем месте Да Спасибо огромное Константин Ранг Сегодня был с нами На связи Программа Климат-контроль И до встречи В следующую пятницу До свидания До свидания Слушайте Продолжение следует...